Я хотел бы поблагодарить именно руководителей главных музеев, можно сказать, нашей страны за инициативу провести такую встречу. Глубоко убежден в том, что нам есть о чем поговорить, потому что нередко в публичное пространство выходят какие-то темы, которые приобретают негативное звучание, и которые интерпретируются, именно интерпретируются, как некий непреодолимый конфликт между церковью, культурой, музейным сообществом и так далее. Я никогда этого конфликта на уровне своего сознания и даже на уровне своего сердца не чувствовал. Общение с вами, тех, кого я хорошо знаю, всегда меня подтверждали в том, что никакого глубинного конфликта нет. Но одновременно есть проблемы, и мы знаем, что эти проблемы существуют. Вот неплохо было бы сегодня, среди прочих важных вопросов, нам коснуться и того, почему некоторые проблемы приобретают вот такое общественно-негативное звучание, и почему вокруг них возникает напряжение, которого церковь никак не желает. Думаю, что не желает и музейное сообщество. Но помимо этого, есть много других важных тем, которые тоже мне хотелось бы обсудить. Ну и буквально перед тем, как садиться в машину, какие-то написал мысли. Если вы позволите, я просто их прочитаю. Я редко это делаю, но тут просто то, что называется «мысли под горячую руку». Думаю, обязательно надо зафиксировать. Музей – это, конечно, важная очень историческая институция, которая направлена на сохранение культурных ценностей, их изучения. И что особенно имеет большое значение – это то, что музей несет очень высокую воспитательную функцию. О каком воспитании идет речь? В первую очередь, конечно, об эстетическом воспитании. И замечательно, что эта функция осуществлялась через произведение искусств еще в то время, когда формально музеев либо не существовало, либо это были единицы. Концентрация произведений искусств во дворцах, в богатых усадьбах, в храмах давала возможность людям, которые прикасаются к этим сокровищам, переживать особый эстетический и духовный опыт. И вот в этом смысле музеи сегодня продолжают уже для массового потребителя, скажем, играть ту роль, которую раньше играли роль для избранных. Те места, где эти избранные проживали, в случае, если это царские, королевские фамилии, или где эти избранные люди проживали в виде общины, монастырей и так далее. Вот Светский музей, он открывает возможности практически для любого человека прикасаться к этим замечательным произведениям искусства и, конечно, учиться понимать эти произведения. А учиться понимать произведения, это значит обязательно задать себе вопрос об эпохе, в которой произведение было изготовлено, написана картина или статуя. А понимание эпохи открывает ключ к подлинной истории Софии. Вот для меня история искусства – это наиважнейший предмет, который формирует целостное мировоззрение человека. Для меня картина больше, чем скульптура, но это мое личное восприятие. Восприятие – картина – это как окошечко, через которое ты подсматриваешь реальность, отдаленную от тебя веками. Ты видишь тот мир, которого ты сейчас не можешь увидеть, находясь в тех условиях, в которых ты существуешь. Поэтому, конечно, соприкосновение с произведениями искусства, а значит и роль музеев, которые обеспечивают этого соприкосновения, имеет очень большое значение для не просто расширения горизонтов человека, интеллектуальных расширений, но и для формирования очень сильных эстетических переживаний, на основании которого формируются вкусы эстетические. Но вот есть еще что-то, о чем бы хотелось сказать. Собственно говоря, в основе любого произведения, а в основе работы художника всегда ведь лежит стремление отразить гармонию. Гармонию личности, гармонию Богом сданного мира или обратить внимание на безобразие дисгармонии. А почему так? А потому что Богу было угодно, чтобы закон гармонии лежал в основе бытия. На что бы ни посмотреть? На звездное небо, как нас Кант призывал. Или на природу, на человеческое лицо, на все, что нас окружает. Печать гармонии. Глубоко убежден в том, что если гармония будет разрушена, то не будет жизни. И когда Достоевский свои знаменитые слова сказал о красоте, он, конечно, имел в виду некрасивое личико и некрасивую одежду. Он имел в виду этот потрясающий, установочный для бытия человеческого рода закон гармонии. И вот никто иной видимым образом не выражает этого закона как художник, либо живописец, либо скульптор. Но существует ведь и другой врожденный и вложенный в человеческую природу Богом закон. Это нравственный закон. Если вернуться к Канту, то отрицая все эти схоластические доказательства бытия Божия, которые были широко распространены в раннем Средневековье, он говорил, что существует только как бы одно доказательство. Это звездное небо и нравственный закон в сердце. Это так. Почему? Звездное небо, закон гармонии и нравственный закон – это константы. И художник может называться художником в том смысле и при тех обстоятельствах, если он передает людям красоту этой божественной гармонии. Причем речь в данном случае не идет о способах передачи. Некоторые считают, что это обязательно должно быть реалистическое изображение, другие считают, что это может быть символическим. А некоторые считают, что просто сочетание красок может давать чувство гармонии, как это иногда можно видеть на абстрактном полотне. когда меня иногда спрашивают, а вы что смотрите на эту абстрактную картину? Как вы думаете, что художник изобразил? Я говорю, для меня не имеет значения, что он изобразил. Для меня имеет значение настроение, которое у меня возникает, когда я на это полотно смотрю. И если там гармония, а не хаос, тогда это сердцем чувствуешь. Поэтому мне кажется, что по велику художник творит по-настоящему великие произведения, тогда, когда он отображает присутствие закона гармонии и нравственного закона, тогда он и реально оказывает воздействие на умы и сердца людей. И вот через приобщение к искусству человек может прикасаться и к пониманию этих величайших антологических истин, которые действительно лежат в основе всего нашего бытия. Поэтому помимо того, что музеи являются хранителями произведений искусств, что очень важно в современное время, когда иногда действительно подвергаются уничтожению, замечательные здания, сооружения, когда нередко похищаются произведения искусства, особенно из частных коллекций. Роль защищенных мест хранения искусства, конечно, очень возрастает. Но не только в том, что музей хранит искусство, а в том, что он, во-первых, изучает искусство. Настоящий музей – это всегда научный процесс. И в-третьих, что очень важно, музей воспитывает, используя свои экспонаты, передаёт людям то, что, несомненно, способно возвышать душу. Вот если бы я слово «музей» сейчас заменил словом «церковь», то почти всё совпало бы. Мы храним традицию, которую Бог заложил в человека и в историю. Мы храним нравственный закон, который в сердце, посредством артикулярного описания этого закона. Потому что если только сердце, оно ведь может быть подвержено болезням, переживанием, связано с ментальным состоянием человека, с какими-то злоупотреблениями. Вот начинает человек алкоголем злоупотреблять, и нравственная природа начинает искажаться. Поэтому церковь хранит эту нравственную парадигму человечества и, конечно, воспитывает в ней людей. Но по элику нравственность и эстетику оторвать практически невозможно. А если они отрываются, то одно из двух. Либо тут нету нравственности, либо нет эстетики. А вот если есть нравственность и эстетика, они всегда вместе. Вот то и так и в церкви происходит. Воспитывая нравственно и духовно человека, мы окружаем пространство, в котором человек как бы предстаёт пред Богом и молится тоже высокохудожественными произведениями искусств. По крайней мере, в тех случаях, когда это возможно. Вот поэтому, опять-таки, на таком сущностном уровне, принципиальном уровне, я не вижу, чтобы могли быть какие-то расхождения между музейным сообществом, миром искусства, культурой и церковью. Могут происходить расхождения принципиальные, если одно или другое идеологизируется. Если церковь идеологизируется, она перестаёт быть церковью. Тогда в такую церковь люди не ходят. Если музеи подвергаются воздействию какой-то идеологии, ну, как это было раньше, допустим, антирелигиозной, атеистической идеологии и так далее, когда искажались комментарии, в том числе и комментарии экскурсоводов, рассказывавших о той или иной картине, об истории картины, вводились элементы, которые подвергали сомнению, допустим, исторический факт того или иного сюжета, который изображён. Ну, всякое было. Так вот, тогда вот эта идеологизация, она и может создавать определённые напряжения в отношениях. Но мы сегодня с вами живём в государстве, по милости Божией, где нет опасности того, что церковь откажется от своих присущих ей обязанностей, и нет никакого принуждения к тому, чтобы музейное сообщество поддерживало ту или иную идеологию. Поэтому вот, будучи свободными от этих факторов, которые в прошлом могли негативно влиять на наши отношения, мы и должны в полной свободе и уважении друг к другу делать наше общее дело. Вот мы идём от более прошлого, более раннего, да? Но это всё-таки замечательные позиции. Значит, в первую очередь, это, значит, вот византийская живопись. Затем, если говорить по истории, затем это древнерусская, затем и там и там и кипрская школа, и даже, значит, она на стыке Востока и Замок. Да. И затем вот эта замечательная вещь. Смотрите на иконы, которые использовали в Западной Европе до романского периода, то это византийские, этого икон одинаковые. Что происходит в момент развития романского стиля в архитектуре, в живописи, особенно во время готики? Запад отходит от идеи передачи образа, то есть трансцендентной реальности, и переходит на изображение реального события, реального человека, да? Так, конечно. Совершенно верно. Вот что такое обратная перспектива в иконописи, да? Это когда в центре тот, который там где-то, а вы в стороне. А прямая перспектива вы и от вас идет сужающаяся перспектива туда, да? Она реалистично передает картину, но символ полностью теряется, потому что вы как бы в центре мира, и вот от вас уходит линия в икону. А обратная из иконы сюда, да, вы наблюдаете тот мир, который является доминирующим. И вот все это во времена готики начинает уходить. И потом, конечно, приходит Ренессанс, но он уже вводит такие детали там, когда изображение, одежда и всего прочего. То есть икона перестает быть образом. Но я говорю это к тому, может, хорошо известные вещи, что истоки христианства, восточного и западного, они даже в иконографии, общие истоки, очень ярко выражены. И вот когда мы говорим о каком-то единстве христианства, да, вот мы в том числе и связываем это с одинаковым пониманием иконы, а значит и благочестием и всего прочего. Вот римская икона Божией Матери, Санта Мария Маджоры. Ну так это же ведь православный образ. Так вот здесь и я хотел показать это все. Знаете, где это потрясающе еще? В галерее Уфицы. Это самое, на мой взгляд, это музей номер один с точки зрения изучения истории живописи. Потому что целостное учение. Целостное, и вы можете от самого начала до самого конца все проследить. Но это не галерея Уфицы, но мы хотели сделать что-то такое и что еще будем дальше развивать. С этого началась... Уфицы хаос. Хороший, да. Ну, конечно, в Пушкинском музее там замечательная коллекция, но это изображение человека африканского происхождения. Там же все-таки как-то больше средиземноморские лица, а это вот африканское. Но с этого началась византийская иконопись. Вот с этого началась византийская иконопись. И потом она, конечно, развивалась, трансформировалась. И вот с этого началась византийская иконопись. Субтитры создавал DimaTorzok